Здравствуйте дорогие друзья, вышла вторая бета iOS 11.3 для разработчиков, участвующих в программе бета-тестирования. Публичная бета должна появиться чуточку позже. Размер апдейта составил около 400 мегабайт. После обновления у меня освободился 1 гигабайт дискового пространства. У каждого устройства, в том числе в зависимости от заполненности накопителя, этот показатель скорее всего будет разниться. Владельцам iPod Touch шестого поколения обновиться на вторую бету не удастся. Поддержка их устройств появится в следующих версиях прошивок. Конечно же начнем с настроек и поищем заветный переключатель отключения функций снижения производительности, который должен вернуть нам всю мощь смартфона с подгулявшей батарейкой. А его все нет, правда у меня его то и не будет, потому что аккумулятор практически новый. А вообще вот такая кнопочка должна отобразиться. В будущем. Но уже появился раздел состояния аккумулятора с бета-статусом, где отображается максимальная емкость аккумулятора в процентах и статус. Видимо если бы у меня было не 100, а 40 процентов, iPhone бы написал убогое убожество. Те кто обновился, в комментариях можете написать статус своего аккумулятора и указать процентный показатель. Кстати, неприятный факт. Пользователи iPhone 5s сообщают о том, что у них нет такого раздела. Это правда? При первом запуске App Store появится плашка приветствия с разделом управления данными, в котором рассказывается о конфиденциальности и в очередной раз знакомится с значком, который будет отображаться при сборе персональной информации. Если перейти в раздел с купленными приложениями, то можно заметить дату покупки или первого скачивания, если приложение бесплатное. Сортировка отображается по дате установки, от самых свежих до самых старых. А если открыть какое-нибудь популярное приложение и тапнуть по его месту в каком-либо разделе App Store, то откроется этот раздел. Пользовательские комментарии в App Store можно сортировать по четырем категориям. Skype теперь запускается корректно. На прошлом обновлении при запуске случались выбрасывания на Springboard. Да и во многих сторонних музыкальных приложениях были устранены проблемы с воспроизведением треков. Если вы уже включили заветную функцию синхронизации сообщений с iCloud, то при удалении любой беседы из iMessage должно появляться сообщение, предупреждающее о том, что данные будут удалены со всех устройств и из облачного хранилища. Русской аудитории пока доступна только заглушка. В штатном приложении подкасты при нажатии на новую запись теперь автоматически стартует воспроизведение. Раньше сначала открывалась информация о подкасте, а уже затем можно было запускать воспроизведение. В приложении калькулятор появилась анимация по нажатию кнопок действий. Видите, плюсик загорается плавно. Раньше иконка мгновенно заливалась в белый цвет. Кстати, еще в предыдущей бете браузера Safari заменили иконку сгруппированных закладок на отображение пиктограмм вкладок, которые в них находятся. Стало более информативно. В приложении Apple Music при тапе по названию артиста или группы теперь можно перейти к артисту или альбому. В настройках игрового центра появился поиск по друзьям, которых у меня нет. Начиная с iOS 11.3 Beta 2 владельцы iPhone X могут корректно откатиться до старой версии прошивки только с iTunes версии 12.7.3. Разумеется при откате предыдущая прошивка должна еще подписываться Apple. Видимо в целях повышения безопасности раз в неделю при подключении iOS устройств к компьютеру будет запрашиваться пароль разблокировки девайса. Если честно не очень интересно и удобно. Хорошей новостью стало то, что можно отложить загрузку и установку iOS на 90 дней. А это значит, что надоедливое сообщение об обновлении не придется больше затыкать установкой профиля от Apple TV. Полный список изменений iOS 11.3 Beta 2 на экране. Если кому-то интересно изучить его детально, нажмите на паузу. Результаты синтетических тестов Geekbench 4 и Antutu на экране. Разницу с предыдущей бетой можно спокойно списать на погрешность. Полевые тесты показали, что предыдущий финальный релиз iOS 11.2.5 работал шустрее. Особенно это заметно на iPhone 5s. Более новые устройства уступают лишь на доли секунд. Про автономность не спрашивайте, а лучше идите в комментарии и делитесь впечатлениями. Потому как за 12 часов ничего толком проверить не удастся. На этом все. Напомню, что финальный релиз iOS 11.3 должен состояться в начале весны, так что еще где-то месяц придется обождать. Там уже и решим, владельцам каких устройств стоит обновляться, а каких нет. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.